всем привет ребят сегодня я хочу снять небольшое видео по поводу эхолотов значит я не хочу делать видео какой-то обзор там на эхолоты особой да потому что как бы но принципе эхолотов очень много и очень много обзоров в интернете и в принципе современные модели они обладают всеми качествами нужные современному рыболову и поэтому как бы я не вижу смысла особо снимать прям какой-то обзор и тыкать по кнопкам и показывать вам какие-то функции сегодня я хочу поговорить именно эхолотах какие нужны для той или иной рыбалки и почему ну на данный момент у меня вот такие вот два эхолота значит это мой старый эхолот lorence elite 4x hdi эхолот мы купили года два назад или даже три может быть значит пару сезонов я им точно отпользовался и после того как я этим эхолотом попользовался я понял что этот эхолот для моей рыбалки не подойдет вообще я объясню почему это новый эхолот который мы недавно прикупили с моим другом я про него тоже поконкретно немножко расскажу ну сейчас я просто хочу заострить ваше внимание почему мне не подошел вот этот эхолот этот отлично отличный эхолот у него есть даунскан у него есть обычный сканер так скажем поисковик рыбы да почему я почему этот эхолот мне не подошел объясню значит если вы ловите рыбу на какой-то небольшой речке которую вы можете ну скажем так за небольшой промежуток времени оплыть проплавать более наиболее перспективные места на ваш взгляд то этот эхолот подойдет если вы ловите на больших просторах этот эхолот не подойдет значит объясню немножко конкретным сканер этого эхолота работает по при примерно по такому принципу на 10 метров и глубине он сканирует 10 метров окружность на значит что мы получаем если мы выплываем на большую водоем где вправо километр влево 3 вперед 5 назад 2 то это очень большое водоизмещение на воде как известно если нет никаких ориентиров то очень сложно ориентироваться и поэтому этом эхолоте нет гпс и если у вас даже есть отдельный гпс то с этим эхолотом найти рыбу можно только по факту или глубины какие-то бишь вы плывете вы видите рыбу на дне какой-то перепад и по факту вы можете там остановиться и порыбачить к примеру если у вас есть гпс этот эхолот я использовал по тем точкам которые я заранее набивал на карте как я это делал я смотрел на карту я смотрел гпс я выбирал наиболее перспективные места на свой взгляд потом туда был на лодке непосредственно включал эхолот и в окружности ну там я не знаю в радиусе там 50 на 50 метров я все аккуратненько пропал смотрел в эхолот и уже делал какие-то выводы стоит условить рыбу или нет значит этот эхолот именно для таких именно для вот такого пользования по крайней мере так использовал его я если вы например ну объясню так если вы пользуетесь эхолотом только для поиска каких-то глубин в тех местах где вы уже знаете тех местах которые вы набили заранее то этот эхолот больше чем достаточно принципе другого и не надо но скажу вам такой факт что имея на руках даже хорошую карту на гпс очень точную карту на гпс этот эхолот вам не покажет лежащий под землей например под водой камень там два метра на два метра под которым может стоять рыба этот эхолот не покажет вам корягу если вы над ней не проплывете но в таком водоизмещении где вправо и влево большое расстояние найти корягу а еще тем более под приплыть к ней в следующий раз очень сложно если вы на гпс и видите бровку например то вы можете подплыть и этим эхолотом пробить если вы например вы можете плыть по месту которому вы плыли неоднократно да и у вас под лодкой например там в 20 метрах вправо может лежать какая-то коряга может лежать или быть там какая-то ямка глубиной два метра которой на карте даже на хорошей никак не обозначена и этим эхолотом если вы над ней не пройдете вы ее не увидите и вы можете пропустить хорошее скопление рыбы поэтому этот эхолот для меня в ну бесполезен потому что там где ловлю я то бишь я плыву на те точки которые я заранее знаю которые заранее забиваю которые я намечаю я смотрю с этим эхолотом и уже делаю вывод ловить или нет но например если до точки плыву на лодке грубо говоря там 10 километров то а у меня вправо километр и влево километр расстояния воды я не могу плыть зигзагом и проверять все что есть под водой тем более на 10 метров и глубине этот эхолот дает где-то конус всего 10 метров в окружности это очень мало малые реки если то да если изначально набитые точки то да но если у вас изначально набитые точки то эхолот вам как правило не нужен я его в последнее время практически не использовал потому что я просто подплывал к месту брал джиг кида делал 10 забросов там пять одним цветом и другим цветом и если судак есть он отзывается какие-то но проявляет себя как-то если нет я просто собирался и ехал дальше для этого эхолот мне не нужен был поэтому этот эхолот если честно для какого использования он конкретно мне тяжело сказать я когда его покупал думал вот все эхолот вот классная вещь все теперь мне больше ничего не надо но в дальнейшем я понял что это эта машинка в моей рыбалке именно не не подойдет не подходит вообще никак я не вижу ничего что происходит например в 20 метрах от лодки слева или справа если коряги если ямки если камни какие-то валуны под водой или пригорки которые не опять же говорю которые не показываются на гпс и потому что на гпс я вам скажу честно если вы возьмете эхолот более серьезный который рисует вам непосредственную карту по факту типа вот этого то вы очень много для себя удивительного узнаете именно на своем водоеме именно вы можете посмотреть бровки камни коряги который о которых вы даже не знали поэтому этот эхолот для меня сразу ну можно сказать так через пару лет использования я понял что эта модель для меня не катит вот значит теперь перейду к этому непосредственно эхолоту вот он стоит здесь уже распакованный распаковку снимать не стал потому что смысла в этом особого нету эхолот от марки simrad это американская компания эта компания входит так сказать концерт новикон и этот концерт включает себя лоренс simrad и еще такие такая фирма есть bng но у нас она не распространена это больше в америке значит что такое концерн новикон так сейчас посмотрим здесь значит это такой концерт куда входит лоренс там это скажем так одна одна фирма до крупная и вот этот эхолот simrad он обладает и гпсом и структурным сканером ну и этот эхолот обладает практически всеми достоинствами современных современных эхолотов одно из его больших достоинств вот эти три фирмы у них есть такая система называется она inside genesis это абсолютно бесплатные онлайн карты которые люди рисуют сами лишь как это происходит вы выплываете на воду вы включена наверно те кто пользуется лоренсом это знает вы выплываете народ на воду включаете на запись плывете смотрите что вам надо да в то время в это время эхолот записывает все показатели на флэш-карту и потом по приходу домой вы подключаете холод к интернету он подключается к вай-фаю вы подключаете к интернету и он авто до этого надо было отдельно на ставка флэш-карте закидывать это в онлайн а сейчас он автоматически после после последней прошивки он автоматически подключается к вай-фаю автоматически загружает карту на так скажем социальную базу и в этой социальной базе вы можете в нее зайти вы можете выбрать свое местоположение где бы вы не находились любую карту скачать абсолютно бесплатно и эта карта это значит карта будет нарисована уже сами ну людьми которые там плавали на лоренсе или с подобными эхолотами которые входят уходят так повторяюсь в этот концерн значит это очень-очень серьезная функция скажу и даже эти карты можно посмотреть кстати не обязательно пользоваться эхолотом можно зайти на inside genesis и там можно зарегистрироваться это очень просто и просто посмотреть социальные карты даже по без регистрации и можно попробовать посмотреть карты своего водоема и возможно если кто-то их уже выкладывал то там они будут там карты рисуются до мельчайших подробностей то бишь малейший перепад глубины карты рисуется по факту бишь вы если там есть бровка то вы будете видеть как бровка уходит ниже и прям по метражу будет писаться выше она уходит ниже будут показываться ямы глубины значит их по факту на этом водоеме такой функции можно воспользоваться даже если вы например не обладатель до какого-то ну какого-то подобного девайса я значит скажу как бы что я когда зашел на этот веб-сайт социальных карт и я посмотрел те места где я рыбачу и даже не имея эхолота я очень удивился и очень долгое время я со своим эхолотом который показан до этого не мог точно понять потому что я мог сканировать но там какие-то бугры ну я не мог точно понять как они расположены и я зашел на социальную карту посмотрел и просто удивился и для меня все сразу стало ясно я понял в какую сторону идет конкретно бровка в какую свал где рыба должна стоять зная повадки рыбы можно примерно определить где рыба должна стоять где она там не стоит и прочее значит эхолот очень вот этот интересный вы по ним можете посмотреть сильно симрад гао 7 xce он обладает сканером total scan у него значит в комплекте идет ну я сейчас показывать не буду я не знаю что у него в комплекте идет такая вот балда это тотал скан он подходит к любому холоду как лоренс как бы и вот симрад это такой сенсор тотального сканирования у него есть и структуру в один сенсор входит и структурный сканер и нижний там и ну короче все что можно да на данный момент значит я выбрал почему я выбрал этот эхолот но он не сразу понравился полный тачскрин возможность вайфая возможность прям на воде подключать его например к планшету и смотреть например ну так же как может планшет там смотреть например ваш знакомые и вы одновременно можете видеть одну и ту же картинку там возможность управлять эхолотом в общем много интересных функций у него как бы ну перечить перечислять функции можно очень очень долго ну понятно что он водонепроницаемый у него возможность вот на последних лоренсах той у эхолотов возможность там по-моему мне не очень нравится эхолот и которые надо наводить джойстиком потому что я считаю что в наше время это уже не очень удобно здесь просто тыкаешь пальцем и там увеличиваешь и все бы холод распознает несколько пальцев то бишь не один как вот на лоренсе то и последний можно только одним пальцем управлять а увеличивать уже надо с помощью кнопок а здесь можно увеличивать уменьшать все также и халу шутну как бы плюс у этого эхолота в том что этот эхолот по мощности такой же как его топ-модели то бишь там железо стоит у них одно то есть по мощности он как топ-модели хотя этот холод вот именно вот этот он у симрада по-моему нет эхолотов более бюджетных это средняя линейка эхолота у него экран семерочка как бы не самый большой но для нашей рыбалки это больше чем достаточно то бишь все что мне надо видеть я смогу видеть спокойно на этом эхолоте значит сейчас я уберу коробку я думаю пока она нам не нужно смотреть особо ничего давайте непосредственно вот по самому эхолоту так вот он выглядит идет он с чехлом он у меня подсоединен к аккумулятору давайте сниму чехол включаю значит как только я подсоединил к как только я подсоединил к к вайфаю он тут же нашел обновление тут же сам обновился на данный момент я поставил карту 4 гигабайт на и всего лишь но я скажу так что я скачал карту социальной сети нашего региона конечно она не полностью прорисована а только там где люди ездили какие-то дорисовки я буду делать сам то что мне интересно но как бы уже достаточно там информации той какая какая интересует меня и значит современные эхолоты они сделаны достаточно интуитивно то бишь здесь ничего сложного нет вот он подконнекчивается сейчас вот он мне предлагает выбрать карту мою которую я скачал сразу я включаю да вот он подключился к моему интернету если вы приносите холода мы подключаете вы до этого записывали какую-то карту то он сразу ее должен автоматически записать социальную сеть значит отличная у него ну скажем так откликаемость на touch да все в принципе достаточно интуитивно эхо сонар тут можно включить вот всякий там вай-фай выключить включить настройки яркость больше меньше здесь можно включить панель сбоку чтобы было она показывается скорость там прочее да ну я и убираю она занимает лишнее место сонар значит здесь что настройка можно поставить свет больше меньше да в общем здесь все стандартно все очень интуитивно как бы никаких ну уж чего-то сверхестественного нет если вы до этого пользовались эхолотом то принципе для вас никаких проблем это составить не должно дальше посмотрим структуру это демо версия естественно смотрим структуру структура тоже у вас настраиваться полностью отдельно можно поставить range кстати вот 40 метров вправо влево здесь можно выбрать цвета самой структуры ну это это контраст структуры например да контраст структуры range больше меньше ну так как темное то что темное уже не видит скажем так сенсор можно оставить примерно вот так вот сейчас он 20 сейчас 30 метров он видит вправо и влево 30 метров плюс это все записывается плюс в этом социальной карте есть оплачиваемая опция такая как вы платите 100 долларов в год и за эти 100 долларов вы получаете жесткость дна и наличие растительности то бишь эхолот сканер обладает с возможностью понимать жесткость дна и эта функция включает вас автоматически если вы если вы оплачиваете это как бы ну 100 долларов в год и подписываетесь как бы на скажем так премиум аккаунт и у вас получается вы можете смотреть жесткость дна так вот я вам сейчас хочу показать как выглядит социальная карта это вот социальная карта на нашего скажем так нашей местности сейчас я найду положение принципе положение не важно да давайте просто посмотрим что такое структурная карта вот как рисуется нам карта давайте рассмотрим вот вот эту вот местность вот мы видим здесь детально по метрам по метражу можно еще увеличить вот можно еще увеличить вот он показывает нам буквально по метражу как идет свал здесь можно кстати выставить еще так сейчас посмотрим так здесь есть возможность кстати 3d тоже так overlay сейчас посмотрим можно поставить так 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 держу это ерунда ну в общем неважно можно поставить еще более чтобы он показывал не по метражу а там грубо говоря по 30 сантиметров он вам будет практически показывать по 30 сантиметров как спускается дно то бишь будет еще более четко ну у нас вот эта карта конечно будет для нас незаменимая незаменимая боковую вот эту можно всегда убрать значит вот такой вот эхолот здесь в принципе ничего сложного в нем нету опции интернет куча настроек там потребление топлива навигация там куда вы конкретно плыть если собираетесь вы можете там настраивается все эхолокатор тому прочее да симуляция у нас включена хельсинки стоит почему-то да вот отключил я симуляцию значит очень интересный аппарат очень серьезные серьезные скажем так серьезные возможности как бы я знаете даже сожалею что мы не купили что-то подобное раньше кстати 3d настройку так как у меня карта здесь не особо показывается так сейчас должен прогрузиться здесь есть такая вот 3d опция то бишь вы плывете на карте и смотрите именно вот в таком 3d как бы прорисовывается именно не сам не 3d сама воды а сам типа той части куда вы собрались плыть именно 3d шки поэтому 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 сейчас вот симуляция отключена просто показываю как примерно это выглядит night mode тоже меняется разные цвета по вашему усмотрению автопилот есть там инструменты на панели если вдруг у вас подключена холод непосредственно к ну к вашей лодке там и к электронному блоку который следит за потреблением топлива там и прочее автопилот структура time pilot есть значит вот такой вот как бы такой вот аппарат значит и холод конечно очень интересные здесь можно опять же забивать разные позиции например да ну если возьмем например новую позицию например вытягиваем структуру вытягиваем эхо сонар здесь мы изменяем их не положение сохраняем вот у нас получается эхо сонар боковую эту убираем дальше есть еще такая возможность как растянуть все эти если у вас четыре окна то их можно на каждое окно можно по отдельности уменьшать вот например и сохраняем у нас естественно получается как бы вот так вот такой вот холод принципе ничего нового в нем нету я имею что он соответствует полностью современным стандартам да и как бы в нашем именно положении где у нас очень много открытой воды где вправо влево вас большие расстояния достаточно и я меня всегда я всегда задавался вопросом что если я например плыву от меня там 20 метрах подо мной например там какая-то ямка буквально там метровая или какой-нибудь валун там лежит метр на метр который я никогда который не показывается не на одной другой карте а только надо увидеть его по факту то с эхолотом который у меня был до этого этого практически невозможно то с этим эхолотом конечно возможности открываются гораздо гораздо более широкие как бы в этом году буду его использовать будем смотреть установим его естественно на лодку также хочу сказать что к сожалению наша старая лодка утонула и в наверное об этом не знали я не говорил никому особо наша старая лодка утонула как на которую я рыбачил все свои последние рыбалки и как бы ей грубо говоря пришел конец этой лодки больше нету и поэтому нам пришлось купить новый катер основным там мотором новый катер там более большой там более удобной для рыбалки вот кстати заказал сейчас импеллер ближайшее время буду менять на моторе импеллер ну и там кое-что так по мелочи кое-какое этот скажем так техобслуживание надо будет сделать и этот эхолот уже будет устанавливаться новый катер и уже в новом году я буду плавать скажем так ходить на лодке и смотреть уже думаю что узнаю много чего нового интересного своем водоеме и посмотрим насколько этот эхолот именно поможет мне в поиске и в поимке ну рыбы ну как бы конечно это удобство это большое удобство и ну как бы здесь этого отрицать нельзя цена эхолота скажу так что где-то 750 760 евро в полном капли комплекте с тотал сканом со всеми проводами непосредственно самим прибором ну как бы посмотрим дальнейшем как они себя покажут всем спасибо за внимание всем пока